Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 14 октября 2019 года. Мне часто присылают материалы, фотографии своих мест мои зрители. И иногда я делаю сюжеты по материалам наших соратников. Сегодня вам представляю интереснейший материал продолжение темы Нестыкова к официальной истории Нижнего Новгорода. Кто постоянно смотрит мой канал, знает, что мы небольшой группой летом съездили в Нижний Новгород, город моего детства и юности. Я сделала пока три фильма, нашла доказательства того, что город был огромный, гораздо больше, чем он сегодня есть, и построен по типу Петербурга. Следы таких зданий я показала в этих сериях. Нижний Новгород как двойной, словно двойной. Есть у него заречная часть, большая и более древняя по официальной истории с Кремлем и высоким откосом, верхняя часть. Я показывала верхнюю часть города, улицу Большая Печорская. Но город поистине хранит столько сюрпризов, столько тайных пластов, что невозможно в один раз все охватить. Одно из таких загадочных мест – это Верхневолжская набережная. Это ее часть, где проходит метромост. Мне удалось найти интереснейший материал, но это будет позже отдельной большой работой. А в этом фильме я представлю работу нижегородца, молодого человека Сергея Абрамова, который сделал мне подарок. Ссылка на его группу ВКонтакте будет в описании. Итак, в этом месте, на этом кусочке набережной, раньше была железная дорога и вокзал, который соединял Нижний Новгород и Мордовию. Путь шел на Казань. Называется сегодня Рамадановский вокзал. В советские времена я запомнила его как Казанский вокзал. Железнодорожной связи в городе Горьком через Аку тогда не было. И было два вокзала. Московский со стороны Канавина, пусть от Москвы, и Казанский Рамадановский со стороны Верхней Волжской набережной на улице Черниговской. Рамадановский вокзал. Слушайтесь в звучании. Ромом данный. Римом данный. Был такой друг Рамадановский, друг Петра Первого. Говорят, что главный его советник и фактически управляющий. Но речь не об этом. На этом кусочке между метромостом и Молитовским мостом есть так называемая водонасосная станция, которая по официальной версии построена в 1880-х годах. Я пока ничего говорить не буду, сохраню интригу для будущих фильмов. Нашла много интересного, то, что связано с этим местом. Итак, Нижний Новгород, Стрелка, Центр города, Кремль, Два моста, Канавинский мост, Метромост и Молитовский мост. Речь у нас пойдет вот об этом кусочке, фрагмент. Перед этим я хочу повторить, я уже говорила в первых сериях о том, что с идеальной точностью распланированы улицы, идеально ровные, хотя здесь полностью пресеченная местность. Если мы посмотрим на лучи, которые идут прямые улицы, они идут сквозь овраги, то здесь можно предположить, например, вот здесь улица идет идеально ровно, здесь овраг, который сегодня застроен современными домами. То есть когда-то это была улица, в результате чего-то получился овраг, разрушение, и улица была разорвана. Такое есть со многими улицами Нижнего Новгорода. Вот они как бы упираются, вот заканчиваются, вот здесь вот. Вот идеальная прямая улица. Еще здесь идеальная прямая, которая тоже проходит разрывами, это вот отсюда, если ее провести, получается длина 2,5 километра. И вот тоже место, о котором будет речь. Улица Черниговская. Это вообще историческое место, и здесь столько всего, ну, не все сразу. Просто все сразу невозможно. Если мы посмотрим, вот это уберем. Идет разрыв. Когда-то шла одна прямая улица. Здесь разрыв. Потом она дальше продолжается. Опять разрыв, но если продолжить всю эту линию, то она идет прямо вот сюда. Это место, по всей видимости, больших пристаний было, потому что здесь стоял мукомольный завод. Вот о нем речь будет другой серии. А сейчас у нас речь идет вот об этом фрагменте. И так он выглядит сверху. Это водонасосная станция. Здесь водозаборная башня. И здесь развалины. Это огромная территория, получается, этих развалин. Вот они здесь прослеживаются. Все это уже заросло. Ну, а станции, они просвечиваются сверху. Вот здесь вот что-то просвечивает. Здесь все было застроено, по всей видимости. Потом здесь были селевые, не селевые потоки, а оползни. Это глиняные оползни. Вот их лапы. Они как бы здесь вот прослеживаются, как они здесь сползали. Здесь была еще фрагмент железной дороги, но все это под оползнем. И вот была внизу железная дорога. Вот здесь вот она где-то шла. Как она сейчас идет, просто дорога, по которой сюда можно добраться, доехать. И здесь это была когда-то железная дорога. И здесь вот эти сюрреалистические развалины. Вот они так и выглядят сверху. Давайте посмотрим расстояние. Вот это гора, глина и ровная площадка. Это ровная площадка, выровненная. Но она тоже засыпана. Здесь здания, все на этой улице, они точно так же имеют засыпанные этажи. По всей видимости, когда был катаклизм, война, засып, то и реки вышли из берегов. Общий уровень мирового океана поднялся. И реки все тоже, они были засыпаны этой глиной. Поэтому здесь, в общем-то, не стали убирать все и оставили берег приподнят. Что с этой стороны, что с этой стороны. Здесь все засыпано. Дома, которые здесь были, до глиняного заноса, они, в общем-то, имеют все подземные этажи. То есть уровень общий этой глины, он поднят. Он был ниже, ну, на несколько метров. Я уж не говорю про верхнюю часть. Здесь вообще большие секреты. Еще не могу не обратить внимание на идеальные ровные улицы, которые пересекают овраги и имеют продолжение. Вот, имеют пересечение, которое прерывается оврагом. Вместе они смыкаются как бы в одной точке. Идут дальше, прерываются вот здесь. Овраг прерывается и выходит на улицу. По всей видимости, это тоже было одно. И вот даже как-то вот они здесь соединяются, вот с этой большой линией, которую я показала. Два километра – идеальная ровная линия. Это какие надо иметь было технологии, чтобы так все это сделать, создать эти улицы. Причем это древние улицы, это не современные улицы. Так, возвращаемся к водонапорной, водонасосной станции. Начинаю съемку Куйбышской водокачки. К сожалению, здесь все заросло. Хотя уже и осень листьев нет, но все равно ничего не видно. Сейчас я покажу, какой она длины. Это очень огромное сооружение. И мы потихоньку в него зайдем. Вон оно идет дальше, 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 дальше. Так вот вход здесь. Часто любят гулять. Подростки различные. Вот. Она встречает огромные окна. Точнее, только клад, который от них остался. Крыша, к сожалению, не осталась. Хотя мне многие говорили, что застали еще и крышу. Но крыш, к сожалению, уже нет. Вот это все и тут. Эти своды огромные. И вот начинается... Так, сейчас зайдем. Я сам не все еще его исследовал. Ну вот, похоже на перестрой, потому что мы видим арку и вот такую глупую квадратную дверь, которая как-то здесь не смотрится совсем. И также, если это была водокачка для воды, то зачем делать такие большие... Большие окна. Вот высота. Там видно, что вода отражается. Для воды эти окна были нужны или для чего? Так, вот одна из комнат. Так можно сказать, комнат. Здесь какая-то штуковина, но она похожа на новострой. Во-первых, она вся уже разрушенная давно, развалившаяся грязь. И вот эти вот все барабаны. Видно, что они отличаются. Они из белого кирпича, само здание из красного кирпича. Видно, что все это новодел, и это что-то непонятное. Какие-то бесконечные арки и очень много отверстий в земле. Да, возможно, там и была вода. Хранилась на вот эти вот очень высокие окна. Непонятно вообще, для чего они здесь нужны. Так, сейчас мы зайдем в другое помещение. Так, не отвлекли немножко. Вот древний кирпич. Так, не отвлекли, извиняюсь, потеряли. Вот, древний вот это именно кирпич. Такой наш любимый красный. Разрушенный. Вот, все это разрушено. Так, сейчас я быстренько пойду. Ускорюсь. Я сниму с этой стороны. Вот оно большое-большое. Вот здесь вот были, в эту дверь заходили. И вот основной павильон, в который заходят все. Вот здесь вот такие очень интересные штуки, оставшиеся. Вот, основные резервуары с водой. Блин, я на самом деле очень боюсь туда заглядывать, потому что это очень глубоко. У меня начинает крушиться голова. Но они очень глубокие. Вот, так что заснял как смог, извиняюсь. Мне очень страшно выглядывать туда. Вот это здание. Без крыши, к сожалению. Не знаю, кто разрушил крышу намеренно. Вообще, от здания хотят избавиться. А он уже в списке под снос. Вот. Вообще, этим зданием очень много интересуется людей. Вот. И вообще, также можно прийти внимание, что мы видим старую каменную кладку красного кирпича. Сверху цемент этот современный. И не знаю где. Ну и сам вот этот вот барабан, если смотреть. Он тоже из бетона. И он никак не относится к старой кирпичной кладке. Видно, что его как-то вот поткнули во все это сооружение. Скорее всего, это были какие-то другие комнаты для другого. Чего-то предназначалось. Вот разрушенные колонны. Или что это части стен. Либо крыш. А, да, это, наверное, вот сверху все поотвалилось. Скорее всего, это разрушали специально. Вот. И вообще, вот, агрессив, вот, с другой стороны эти. Ну, здесь как бы ничего нет. Действительно, что какие-то тоже были ходы, но мы не видим этого огромного резервуара с водой. Получается, он был только один, что ли. Скорее всего, это была переделка. Именно под вот эту водокачку, либо водохранилище изначально что-то было другое. Вон мы также прекрасно видим там маленькие окошечки. Или что это? Заделанное. Ну, засыпано уже все, конечно. Конечно, тут нельзя точно назвать, для чего все было нужно. Потому что все уже развалилось давно. Так, сейчас я зайду вот в эту соседнюю комнату. Вон мы тоже видим окно. Но оно, получается, идет в землю. Потому что с той стороны ничего нет. Там как бы спуск вниз. Вот. Но с этой стороны мы видим окно, которое заделанное. И также это окно с арочным сводом мы можем видеть. Так. Вот я захожу вот в эту дверь. Тут все так же уже развалено, разрушено. Это вся крыша тут лежит. Сейчас аккуратненько по этим гнилушкам переберусь. Так, вот эти кирпичи, кирпичи. Вот мы видим опять, что здесь очень неравномерная глубина всего. Как бы комнаты, но они не глубокие по сравнению с тем, что мы видели в той комнате. Вот, окна какие-то заделанные, странные. Так вот, это все разрушилось. Все из красного кирпича полностью. Так, и я выхожу. Меня потеряли. Волнует, чтобы я тут нигде не свалился. И вот также обратите внимание на заделанные окна. Вот эти опять мы видим своды, арки. И вот оно все заделано. Тут явно была реконструкция. Не писала, ты реже. Так, вот я выхожу, в общем, из здания. Вот, и здесь потом открывается такая интересная вещь. Каменная кладка. Такая темная-темная. И здесь по светле. Кого здесь что-то обгорало. Здесь опять что-то нарисовали. Вот эти башенки интересные, которые были изначально в архитектуре здания. Очень все красиво смотрится. Вот опять эти какие-то полуокна непонятные. Сейчас. Так, это я иду сюда. Вот эти окна. Вообще видно, что очень много окон, но нет никаких этажей. Вот где я проходился, это единственный этаж. И в некоторых местах только видно, что какие-то вот есть полы, к окнам подходят, но в целом все здание пустое, как будто и зачем-то очень много окон. И везде пустота. Так вот. Какая-то дверь никуда, там тьма, я не пойду туда. Вот опять кирпич стал резко отличаться по цвету. И вообще видно, что здесь очень-очень темный кирпич. Вот это видно, что, конечно, что-то горело. Наверное, жгли. И мы обходим здание с обратной стороны. И вот эта вот труба, которую опознавательный знак на многих фотографиях этой трубы. Вот, но она прям резко из темного кирпича. Она сильно, видно, что кирпич отличается от этого. Хотя, может, это ничего и не значит. Вот, также видно вот здесь, что арочный свод идет вот, где мой палец, вот досюда, и дальше искусственно увеличен проем. Что здание не предполагало такой двери изначально. Сейчас я обойду дальше. Вот, это вот единственный вход. Я в него залазил, в эту трубу. Там ничего нет. Просто печка в никуда. Что в ней пекли, до чего? Кто-то могло гореть. Непонятно. Так, сейчас обойду. Здесь грязь. Ой, 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 осторожно. Осторожно. Вот. И вот, также видно, что здесь что-то разрушили стену. Потому что на старых фотографиях видно, что здесь не было хода. И вообще, если не... Ну, вообще, да, не знаю. Крыши нет полностью. Знаете, у меня башня разрушена. Так, это я отошел уже достаточно далековато. Вот так оно выглядит. Сбоку. Вот это Ака. Если ее видно, здание на другом берегу уже Аки. Наши какие-то старые сооружения. Непонятные. И вот, ну, стоит современный ангар уже видно. Тоже полустарое здание. Все закрыто. И, в общем, никому это все уже не нужно. Это хотят сносить. Никто не считает это архитектурным памятником, наследием. Все заросло. Вот по этой дороге, получается, проходила железная дорога, которая вела... С той стороны находится вокзал. И вот здесь когда-то шла железная дорога вдоль Аки. Я думаю, это было очень красиво, живописно. И само вот это здание. Может, конечно, оно и как-то и качало воду, но куда оно могло качать? Потому что сверху вода вообще льется всегда. Здесь очень есть много таких как бы источников. И в многих местах видно, что вода сама с горсти, и в частности горсти спускается вниз. И вытекает в Акулеву Волгу. Между многих таких очень много мест, таких вот источников. Поэтому зачем качать воду из Аки нужно было? Якобы куда-то наверх или вообще куда? Так как сверху, наоборот, свободно вода течет. Ее можно использовать. Вот. Спокойно. Вот такое большое заросшее здание, которое уже никому не нужно. Наплевали на его историческую ценность. Скорее всего, оно выполняло иную функцию. Я не думаю, что это было что-то связано с водой. И вот здесь вот есть вот эта такая вот башня водонапорная. Не знаю, для чего она могла напор создавать. Скорее всего, в ней есть, были, так сказать, насосы, которые качали воду. Но сейчас уже, конечно, ничего не работает. Давно уже ничего не работает. По-моему, в 1986 году все перестало работать. Но мы видим, что она протекает. И вода льется сама непонятно откуда. И вода льется из нее постоянно. Но никаких насосов уже, соответственно, давно уже нет и не работает. Остались только кирпичные стены. Но здесь постоянно лужа, постоянно из нее вытекает вода. Как она попадает и поднимается, чтобы вытекать, неизвестно. Но, скорее всего, она именно стекает, как я говорил, сверху. Где-то протекает, здесь начинает вытекать. Но никак не из аки. И это все для чего-то использовалось другого. Так, как нам говорят. Когда-то это место было совершенно недоступно. И я, например, когда жила в Нижнем Новгороде, я даже не подозревала о существовании вот этого завода или этой водокачки, или что это такое. Но сегодня очень многие блогеры пишут про это место, и его посещают. И молодежь стала интересоваться. История пока вот в таком виде, пока в виде руин, как сюрреализм. И вот блок «Куйбышевская водокачка. Мистические руины на берегу Оке». Я хочу сразу обратить внимание на вот эту часть стены. Огромные панорамные окна. Пять продолговатых отверстий. Что они означают? Трудно пока сказать. Возможно, это и какие-то технические были. Для, может быть, даже для звука. Я не знаю, для звуковой волны какой-то. Они закрыты кирпичом, надстроены. Более поздние переделки. Но дело в том, что дальше за этими окнами гора прям, глиняный откос начинается. И вот я хочу сказать, что мое предположение такое, что это здание было построено до глиняного заноса. Вряд ли архитектор делал такие панорамные огромные окна, которые выходят прямо на глиняную стену. Очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, там дальше есть какие-то под этой глиной занесены, засыпаны какие-то другие здания или что там. Такое мое предположение. Еще по поводу, вот этот блогер пишет по поводу этой водокачки, что здесь в 90-е годы сатанисты убивали людей, приносили свои жертвоприношения. Слава Богу, сейчас уже этого нет. Ходить там небезопасно. Надо только вместе с кем-то. Мы видим, как вглубь уходит красный кирпич. Вот это уровень земли на сегодняшний момент. И что там еще дальше в глубине, трудно сказать, потому что она уже водой заполнена. Вода просачивается, но вероятно, что и дальше туда вниз идут какие-то этажи. В общем, сплошные секреты. Сплошные секреты с этим объектом. Это в советское время, по всей видимости, построено. И вода там даже летом не тает. Вот лед там остается. Тоже какая-то странная ситуация. В какой момент вода так застыла и так осталась в ледяном виде. Странно. Огромные панорамные окна. Огромные панорамные окна. И еще что. Дело в том, что я не нашла ни одной фотографии этого объекта вот с этими окнами. То, что заснял Сергей Абрамов, и то, что видно с Яндекс.Панорамы сверху, со спутника, что это огромные по длине какие-то строения, но останутся их. А на фотографии этого не видно. Не видно этих панорамных окон. Не видно этих огромных длиннющих стен. Ни одной фотографии. Почему? Для меня это вопрос. Есть единственная фотография. Вот она. Единственная фотография. То есть узнаваемая как бы труба. Узнаваемый фрагмент вот этой стены. А где панорамные окна? Где вот эта вся огромная длиннющая разрушенная стена с огромными панорамными окнами? Да, вот железная дорога. Вроде бы фото такое. То ли это какой-то просто один фрагмент. В общем, для меня это остается загадкой на сегодняшний момент. Возможно, кто-то из нижегородцев, горьковчан, найдет более подробные фотографии начала XX века вот этого места. Где это все? Где вот эти огромные панорамные окна? Где они? Их здесь не видно. Вот это единственная фотография, которую предлагают в качестве так называемой водонасосной станции. И труба, обратите внимание, она вся снаружи обгорелая, о чем сказал и Сергей. Черный обгорелый кирпич. И из нее нет дыма. Как говорится, нет дыма без огня. Значит, нет огня, нет и дыма. И на многих таких трубах, на снимках конца XIX-XX века заводов, я обратила внимание, что дыма из трубы не идет. Ни из каких труб. Что это? Возможно, что она была как-то под другую энергетику заточена. Как мне сказал один из моих подписчиков, идея такая, что использовалась естественная тяга трубы. И вырабатывалась таким образом энергия, которая передавалась на соответствующие носители. И все работало на электричестве за счет вот этой вот естественной вытяжки, вытяжной тяги воздушной. И здесь очень хорошо видно, что прямо за стенами этого дома начинается гора, откос, так называемый. Подписывайтесь на мои каналы, группу ВКонтакте «Искажение истории, что есть истина». С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Продолжение следует. Народные историки всех городов и весей, объединяйтесь. В каждом городе и селе есть свои тайны, скрытые под официальной историей. Создавайте свои исследовательские группы, делайте фильмы. В Нижнем Новгороде я уже знаю трех человек, которые понимают, что надо искать и видят сквозь морок официальной лжи то, что надо, истину видят. Вместе вам будет легче проводить исследования. С вами была Галина Конышева. До свидания. Продолжение следует.